Телефонии я более судьбы занимаюсь с 2004 года, уже страшно сказать, это 17 лет. Так получилось, что все эти занятия выросли в нашу небольшую компанию, где мы разрабатываем решения и программные продукты для колл-центров, контакт-центров и автоматизируем то, что связано с IP-телефонией. Немного хотелось… Вообще, кто знаком в плане разработки или инженерной с телефонией, с передачей голоса? Две, три. Понятно. Хотелось бы такую немного вводную информацию, пожаловаться на наш телефонный мир, который немного постарше, чем веб и разработка для веба. У нас накопилось немного легоси за прошедшее время. Надо сказать, что интернет появился в 20 веке, телефония появилась в 19 веке и накопило такой ряд легоси, ограничений, которые сейчас в текущем состоянии, когда у нас там IP-телефония, мы от них постепенно избавляемся, но они все еще нас преследуют. Что у нас есть в традиционной телефонии, от чего бы хотелось избавиться? У нас есть нумерация, вот эти жуткие телефонные номера неудобные, которые надо набирать, чтобы кому-то позвонить. Вообще ужас, еще их передать нельзя, вы привязаны, как веревка. И каналы. В телефоне есть понятие каналов, что раньше связь была по проводам, вам нужно было между городами проложить какое-то количество проводов, чтобы связаться. Нет провода, не получилось вам позвонить. Сейчас в принципе что-то подобное сохраняется в сфере сотовой связи еще, отойдет, видимо, когда у вас базовая станция тоже имеет какое-то ограничение на количество каналов. Все забилось, все, до свидания, вас никто не обслужит. Кодеки, наши любимые 8 кГц в плане телефонии сильно ограничивают жизнь тем, кто любит узнать что-нибудь там средствами распознавания речи, о чем говорят ваши операторы в колл-центре. По сравнению боль и, скажем, достаточно большие убытки случаются в связи с тем, что телефония до сих пор остается платной. И если вдруг в нашем чудесном мире IP-телефонии кто-то у вас взломал, можете смело отдавать компанию в чужие руки, потому что в кредит вам могут названить и на миллион, и на 10 миллионов. Есть такие прецеденты в нашем цеху. За одни выходные приходишь, оператор связи звонит, говорит, слушайте, у вас что-то активные входные были, работали в поте лица. И аппаратное обеспечение, что мешало перейти в сферу IP, то что каких-то IP-провайдеров не было, подключения были только проводами. В общем, для этих проводов нужно было аппаратное обеспечение. Вот мы тут недавно инженеры буквально рассказывали. Пришел инженер, да, у нас есть такой Legacy клиент, у которого еще платы в компьютеры воткнуты. Мы говорим, смотри, что у нас есть. Такой, ой, боже мой. Давайте я от вас сбегу. Вообще, IP-телефония, так я вспоминаю, 2004 год, когда я говорил человеку, там, IP-телефония, такой, о, карточки. Раньше это воспринималось, то есть была обычная телефония, да, чтобы позвонить, я помню времена, чтобы позвонить в деревню, нужно было там заказать звонок. Хорошо, если дома был телефон, нужно, можно было сходить там на телеграф, заказать звонок. Кабинка, да, вас вызывают, заходишь в кабинку и разговариваешь. IP-телефония стала жутко удобной штукой, да, когда ты не ходишь в кабинку, дозваниваешься куда-то на какой-то номер телефона, там что-то вводишь, да, и отчуда звонишь. Но это не настоящая такая IP-телефония. До сих пор мы иногда разговариваем с руководителями компании, такие, о, IP-телефония, карточки. Так примерно нарисовал такие основные вехи, да, произошедшего в мире с 2000 года, что привело к изменению всей ситуации, связанной с связью через IP. То есть до 2000-х годов начали появляться, ну вообще надо сказать, что там, если читаешь про IP-телефонию, говорится, что там, а, там, предпосылки появления IP-телефонии появились там в 1920 году, когда там сделали вокодер. Но если так смотреть относительно здраво, да, на эту вещь, то какие-то попытки передавать речь через ту же сеть, да, появились с момента фактически появления сети. Но что-то более-менее промышленное, что, скажем, общедоступные какие-то протоколы, по которым появились вот в 1996 году. Где-то в 1994 году появилось первое приложение, которое можно было установить, да, и разговаривать друг с другом через сеть с какими-то своими закрытыми протоколами. Потом появился Астериск, который тоже там уже 21 или 22 года был утвержден в окончательном виде SIP-протокол, SER, который это SIP-прокси, дальше поговорим. FreeSwitch, есть такой интересный проект Казу, про который тоже вкратце скажу, который, ну, можно сказать, представляет на себя. Вот АТС стоит железная, да, а вот такой программный продукт, как Казу, обслуживает сейчас, развернут по всему миру, обслуживает компания в 60 странах, это, ну, фактически единый кластер приложения. Вот. Такая всемирная глобальная АТС, которая обслуживается одной компанией. В скайпе появился в 2007 году свой кодек широкополосный, который впоследствии был заменен силком, но тоже такое интересное событие, что кодеки начали заменяться на более качественные, фактически форматы, того формата, который может передать музыку, ну, голос с качеством музыки. HD кодеки, ну, мы живем в России, да, вот в США, например, HD кодеки повсеместно внедряются, и на публичной сети можно уже там с городским номером позвонить другому абоненту на городской номер и поговорить в HD. У нас вводят законы Яровой, да, но улучшения технологические ждать, к сожалению, не приходится. Но можно у некоторых сотовых операторов с мегафона на мегафон позвонить, тоже в HD поговорить. Вот. И выбрать ИСиопус прямо, ну, надо сказать, спасибо компании Google, которая в том числе является организатором, помогает в организации этой конференции, да, это из последнего, но, наверное, из самых революционных вещей. И мы в цеху разговариваем с нашими коллегами, они говорят, слушайте, у нас, типа, вот в ВБРТС за год там в 10 раз вырос трафик. То есть у нас люди отключают устройства, железные устройства в колл-центре не продаются совершенно, все переходят на ВБРТС. То есть он появился в 2012 году, где-то там на границе, а сейчас, по крайней мере, в России, да, идет, по крайней мере, в сфере колл-центров общение, повальное внедрение. И сейчас достаточно много проектов как раз вот с внедрением в ВБРТС, с его популяризацией, множество серверных приложений, которые позволяют вам реализовать на сервере и на клиенте ВБРТС приложения, в том числе Пион. Итак, от нумерации в итоге с внедрением IP-телефонии мы можем отказаться полностью, да, зачем какая-то нумерация, мы можем там кликать по иконкам и звонить друг другу. Мы можем забыть про каналы, потому что важно на самом деле только пропускная способность каналов и количество звонков, которые генерирует наша система. Кодеки, все что угодно, можете придумать вообще свой. В ВБРТС это не сильно касается, потому что ВБРТС все-таки стандартизирует кодеки, которые используют, но есть пример у нас, да, когда люди делают свои кодеки просто для того, чтобы решить какие-то свои узкоспециализированные задачи. Оплата. К черту оплату, да, можно брать или оплату монетизировать как-нибудь по-другому, да, можете рекламу внедрить, абонент не обязан звонить за то, что, ну, платить за то, что звонят. И аппаратное обеспечение уходит в прошлое, мы практически не используем что-то специфично телефонное. То есть обычные сервера, обычные сети. Пожалуйста. Хотелось там пробежаться по задачам, да, современных контакт-центров, которые мы встречаем в своей жизни. Может вы что-то увидите, что-то новое, да, но надо сказать, вы звоните там в какой-нибудь Тиньков, да, очень много всего технологичного. Мы в своей сфере, опять же, видим постоянно Тиньков специалистов на разных конференциях. У них много, скажем так, из их контакт-центра вышло очень много технологий, которые они сейчас предлагают другим компаниям и коммерциализируют их, используют не только у себя. Современный контакт-центр, да, это не просто прием телефонных звонков, это множество других задач. То есть для клиента это могут быть там обработка чатов с клиентами, обработка электронной почты, это могут быть видеозвонки, могут быть там смс-ки, факсы, прости господи. Вот. Это свойственно называется омниканальность, когда у нас оператор в колл-центре может обрабатывать вообще все, что угодно. Распределенный. Наше ковидное время очень актуально, все операторы сидят по домам и их, в общем-то, ну, не обязательно выйти в офис, у них рабочее место не зависит от их месторасположения. Все оптимизируется, оптимизируется рабочий день, все планируется, тратится очень много усилий на то, чтобы оператор, как бы если занимается работой, да, он занимался, когда это положено, и завершал заниматься ей тоже в те моменты, когда это запланировано. И такая тоже тренд, рост квалификации оператора в колл-центре. Операторы остаются, скажем, достаточно, вообще любая рабочая сила достаточно важна и дается, скажем, с трудом ее обучение, поэтому все низкоквалифицированную работу все стараются спихнуть на роботов, максимально, скажем, автоматизировать, возложить на скрипты, контролировать, что эти скрипты выдаются автоматизировать обучение операторов в колл-центре. Даже, наверное, тут не очень видно, да? Примерно, что у нас есть из задач, с которой мы повседневно встречаемся, когда работаем с колл-центрами. Колл-центр обрабатывает входящие звонки. Для того, чтобы вам качественно обработать входящие звонки, вам нужно спрогнозировать, как они к вам будут поступать. Если у вас есть какие-то рекламные акции, участие, спрогнозировать, вывести больше операторов, чтобы они у вас смогли обработать звонки. Если человек не дозванивается, в каждый звонок вложены какие-то инвестиции. Если человек не дозванивается, вы ему не отвечаете, да, он либо уходит недовольный, либо вы недополучаете там продаж, так и так или иначе теряете деньги. Нужно построить хорошую систему, то есть если вам человек не дозвонился, вам нужно ему перезвонить. Соответственно, если вы эти задачи решаете, то растет ваша эффективность, растет удовлетворенность пользователей, которые к вам звонят. Если вы делаете исходящие звонки, а вы знаете, что все колл-центры делают исходящие звонки и делают их очень много. Во-первых, вы давно прошли те времена, хотя мы встречаем тоже людей, которые сидят с телефоном, у них экселевских списочек, с телефонами, они, ага, следующий номер такой 7-9-2-9. Это очень плохо. То есть колл-центры вроде Тинькова и вообще любые другие любят делать звонки предиктивно, то есть максимально нагружать своих операторов. Предиктивный набор происходит, скажем, даже при отсутствии наличия свободных операторов. То есть у вас нет еще свободного оператора, но вы знаете, что он точно освободится через 5 секунд. Вы знаете, что за 5 секунд вы не дозвонитесь. Ну, то есть через 5 секунд только человек возьмет трубку. Все, можно звонить. У вас освобождается оператор и у вас сразу же появляется человек, кого соединить. Это, конечно, такое безбожное насилование операторов может показаться, потому что у операторов в хорошо организованном пол-центре, у них реально, то есть когда они находятся в работе, у них работа есть постоянно. То есть у них либо висит несколько чатов, либо приходит тут же звонок, но зато у них, скажем, четко организованный день, то есть он отработал 40 минут, все, пошел на перерыв. Обработка чатов email, как я говорил, мы обрабатываем несколько каналов в контакт-центрах и в том числе в чем хороши для контакт-центра чаты и email, вы можете их обрабатывать, звонок, оператор обрабатывает один, чаты он может обрабатывать несколько в параллель. То есть общая практика, что там до 5-6 параллельно чатов оператор обрабатывает. При этом часто он обрабатывает благодаря автоматизации, их заскриптовано. То есть обращение у него есть из базы заданий, какие-то типовые запросы, он их выбирает и фактически сам редко тратит время на формулировку ответа. Это очень сильно помогает их эффективно обрабатывать. Работу операторов нужно планировать. Ну не только колл-центры, есть такая вообще задача в workforce management, когда вы планируете работу операторов и у самих операторов уточняете, в каком графике им удобнее работать. Так можно планировать любую работу, даже там работу, например, дорожных рабочих. То есть вам нужно определенное количество дорожных рабочих в определенном графике вывести на дороге. Составляете этот график и постоянно контролируете его до удовлетворенности. Соответственно, здесь же планируются перерывы операторов, их отпуска, больничные. Система за всем этим может следить и следить, чтобы у вас всегда хватало ресурсов под запланированной активности. Когда мы говорим об исходящих вызовах в проективном режиме, у нас есть продукт как раз на эту тему, анализатор прогресса. Для того, чтобы звонить больше, важно понимать, с той стороны у нас вообще ожидается подключение человека или нет. У нас это больше вопрос по обнаружению каких-то типовых автоответчиков. В США это вопрос обнаружения систем голосовой почты. То есть если мы дозвонились на голосовую почту, спаймеры в США оставляют сообщение. У нас, в наших продуктах в России задача, если мы слышим, что с той стороны начал говорить какой-то автоответчик, мы его классифицируем и отбиваем такой звонок. Это позволяет делать до 100% больше вызовов. Соответственно, в колл-центрах вы генерируете базу, и вам может быть неактуально… То есть вы сгенерировали базу, у вас 100 тысяч звонков на сегодня. Вам нужно их обзвонить сегодня, завтра будет неактуально. Поэтому либо вы звоните быстрее, либо вкладываете больше денег, чтобы расширить количество каналов, операторов. На базе речевых технологий при подключении к речевому каналу можно организовать суфлирование, то есть можно слушать, что говорит ваш оператор, что говорит клиент, и какой-то системой на базе NLP и понимать, какой вопрос обсуждается, понимать, если это заскриптованный разговор, там какая-то продажа, на каком этапе находится, какие пункты скрипта операторам были охвачены, и выдавать в режиме реального времени подсказки, что нужно делать. Тоже интересная перспективная задача. Важно постоянно собирать статистику и производить опросы удовлетворенности и клиентов, и операторов. Из популярной задачи речевая аналитика, с учетом, что сейчас система синтеза, особенно распознавания речи в данном случае, становятся все более доступными. Вы можете распознавать 100% разговоров, если говорить о состоянии лет 5 назад, для того, чтобы… То есть у вас есть массив разговоров, у вас сидит сотня операторов, в штате 5 супервизоров, 5 супервизоров не могут прослушать, что наговорили 100 операторов. Идет выборочная проверка, то есть мы там выбираем 5% звонков ежедневно и даем их прослушивать и выставлять оценки. Такие системы могут оценивать 100% разговоров. Даже если был какой-то один проблемный разговор, грамотно сформулировав правила, его поиска, можно его найти, используя тот же NLP, оценку тональности разговора, либо анализируя какие-то речевые показатели, типа перебивания. Сегодня утром слушал, я скинул, смотри, какой интересный конфликт. То есть водитель везет мебель, клиенту, да, клиент спрашивает, говорит, у вас диапазон с 2 до 10 вечера, вы когда привезете? Я вам не могу сказать. И весь диалог заключается в том, что клиент говорит, да вы мне скажите хоть что-нибудь. Он говорит, я ничего не скажу. И так культурно главное, то есть не матеряться, никакие слова говорят. Он говорит, да просто чудесно. И используя другие такие речевые показатели, можно такие разговоры выявлять и своевременно разрешать. То есть может быть там этот клиент позвонит сейчас производителю мебели, скажет, не нужна мне ваша кухня, идите вообще к черту. Голосовые боты. Я тут хотел, тут как раз аудио есть, я хотел, чтобы включили, послушать, как они сейчас работают. Это пример работы голосового бота. Многие говорят, чтобы там боты заколебали уже, можно сказать, что вы не всегда поймете, что это бот. Послушайте, это бот. Добрый день. Александр Константинович, это вы, правильно? Да, это я. А это кто? Меня зовут Анастасия Викторовна, фамилия моя Штольц, уведомляю вас о записи диалога. Я являюсь главным... Тут один канал, там стерео, почему-то один канал. Это канал бота. Вы в курсе, что вы сейчас находитесь на просрочке? Да, а сумма-то какая-то? Давайте все проверим. Так, сейчас, минуточку, я открою ваши документы. Сумма задолженности у вас 10 132 рубля. Вы сможете погасить ее в ближайшее время? Слушайте, девушка, у меня сейчас нет денег для погашения. Я это самое, сейчас работаю еще. Я объясню, как это делается. Я правда вас понимаю, потому что мне самой тоже приходилось бывать в подобной ситуации. Это действительно тяжело, это стресс. Но все-таки с долгом-то нужно же что-то делать. Вы с этим согласны? Да, согласен. То есть в целом, я правильно понимаю, вы не отказываетесь платить? Нет, я не отказываюсь платить. Тогда давайте я сейчас предложу варианты, которые, я надеюсь, вас устроят. Это частичное погашение, либо варианты по погашению с рассрочкой. Готовы сейчас обсудить эти условия? Да, готов. Давайте. Хорошо, тогда не кладите трубку, я переведу вас на другое дело. Мой коллега сможет предложить вам индивидуальные условия. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Хорошо. До свидания. Как это делается? Давайте говорить, что это бот, мы говорим, что это звонок сделан без участия живого человека. Участие живого человека, естественно, было в начале, то есть когда часть фраз в этом диалоге предзаписана. То есть заранее садится человек, аналитик голосовых сценариев. Есть такая специализация, есть резюме даже, то есть разработчик голосовых сценариев, есть аналитики голосовых сценариев. Они анализируют, предзаписывают фразы с нужными интонациями, соответственно, то есть здесь типа collection, нужно чуть там потверже быть. Здесь есть синтезированная часть, это сумма, но сумма синтезирована с наложением в стиле голоса диктора. То есть не делается полноценный синтез именно голосом диктора, который начитывал это сообщение. Накладывается стиль. Берутся все вот эти предзаписанные фразы, и с них собирается стиль и накладывается на синтез. Если внимательно послушать, слышно, что это синтез, но на вот таком коротком фрагменте заметить сложно. Вот. К сожалению, не было речи человека, потому что там было достаточно… Ну, когда слушали стерео, слышно, что человек заканчивает говорить, и достаточно естественно бот ему начинает практически сразу отключать. Нет там длинного кого-то промежутка, но то что-то типа сейчас я потуплю, пойму, что вы мне там сказали. Нет, там все достаточно естественно. То есть человек на этой записи, да, он не понимает. Это не наш продукт, да. Это… Да, да. У нас боты пока с чистым синтезом, да, мы не делаем. То есть для того, чтобы делать такую штуку, нужно, в общем, просто достаточно хорошо вложиться в то, чтобы именно писать такие фразы, понимать, о чем будет диалог с клиентом. Но это не единичное решение. И такие боты звонят ежедневно. И если вы разговариваете с сотрудником банка, да, я бы сильно… У нас есть случай, так как мы разрабатываем такое, да, мы уже заранее считаем, что все боты звонят, да. И звонит бот, да, говорит там, я там представитель такого-то банка. И товарищ говорит, да бот-то я знаю. Зачем вы так… Например, нельзя быть уверенным, что это не бот возмутился, что его заподозрили, что он бот. Да, и… да, биометрия – это, в принципе, сейчас стандартная штука. Опять же, звоните в тот Тинькофф. У них, типа, многофакторная система, в общем, проверки. Да, они уже с вами какое-то время назад общались. У них есть слепки, ну, вашего голоса. И как только вы начинаете говорить, они встречают вас. У оператора отображается, ну, скажем, то есть если у него будет отметка, да, что вероятно звоните не вы, он запросит там ваши паспортные данные, контрольные вопросы. То есть биометрия используется как дополнительный фактор для авторизации в банковских колл-центрах. И хотелось бы сказать отдельно про рабочие места операторов. Правда, раньше мы всегда рекомендовали клиентам поставить компьютер, да, софтфон не запускайте, да, покупайте там железный такой аппарат минимальный для того, чтобы там обеспечить там хорошее качество связи, чтобы не зависеть от вашего компьютера. Сейчас все, как я говорил, уходит в WebRTC. То есть поднять качественную инфраструктуру с WebRTC, да, становится все проще. То есть много серверных продуктов, в WebRTC сам стал гораздо приятнее в плане стабильности, в плане стабильности технологии. То есть там не обновляется браузер Chrome, так что серверная часть везде, в общем, ложится. И вы думаете, а что там OpenSSL надо обновить, да, потому что там Google, как сказал, мы решили тут шифрование, это больше ненадежное, да, теперь все меняем. Такого не происходит в последнее время. Что касается технологий, да, в WebRTC, кто работал с WebRTC? А кто пользуется ежедневно в WebRTC? Вот я думаю, что ежедневно пользуются все, да, потому что вы просто не замечаете, что оно есть. То есть вы звоните там через Google Meet, вы звоните вообще в браузере, в видеоконференцию заходите, это все в WebRTC. Да, то есть все медиа в браузере, то есть вы заметили, что из браузеров Flash выпили, вообще все какие-то технологии выпили. Все, что касается медиа в браузере, то есть передача видео, передача аудио, это WebRTC, это кодеки. Нет, именно передача от… То есть когда вы разрешаете пользоваться вашим микрофоном и камерой, это WebRTC. Я его вот так конкретизировал. Что предлагает WebRTC? То есть это стандартизованный такой набор API в браузере, который вы в JavaScript можете использовать. При этом в браузере встроена поддержка шифрования, есть встроенные механизмы, которые упаковывают этот медиа трафик в шифрованные RTP, передают туда, куда вы скажете. И есть возможность реализовать какую-то сигнализацию, не охранную, а в нашем телефонном мире сигнализация. Это некоторые, скажем, опишки, чтобы сказать, я тебе звоню. А что из той стороны тебе скажут, окей, да, я принимаю звонок. Это сигнализация. А когда один перестает говорить, и начинает другой говорить, это тоже сигнал? Нет, ну то есть один перестает говорить, а другой начинает. То есть когда два браузера связались, да, идет, то есть установлено два RTP соединения. Один в одну сторону, другой в другую. Вы можете говорить и одновременно, никто не запрещает. Это не рация. Можно и рацию сделать, в принципе. Тут абсолютная гибкость. И хотя, в общем, сигнализация четко не регламентирована, какую она использует, да, в общем, для браузеров есть такие библиотеки SIP, JS, JSIP, которые позволяют стандартным для телефонистов SIP протоколом, да, организовать сигнализацию, мы ей и пользуемся. Но WebRTC вас никак, ну, не принуждает к тому, как вы будете договариваться о том, что вам нужно установить соединение. То есть вы можете сделать какое-то peer-to-peer приложение, которое будет запускаться просто в двух браузерах. Каким-то образом там друг друга будет находить. И там буквально, не знаю, может там одно приложение, там единичку отправить, другое ноль, там двумя байтами. Договоритесь о том, что вам нужно созвониться. Но SIP протокол, он немного сложнее. Вот немного вот настолько. Он очень похож внешне на HTTP, с одной стороны, да, а с другой стороны он очень не похож. Сколько методов в HTTP, там 1.1. Там get, post, put, options, да. Я перечислил, пока экран хватало, да, всего их, по-моему, сейчас типа 28 в SIP. И их количество растет. Притом растет непрерывно, как бы SIP 3.0, да, у нас никто не планирует пока, слава богу, внедрять. Вот, SIP переводится как Session Initiation Protocol, протокол установления сессии. То есть как раз протокол, в котором надо договориться о параметрах сессии между двумя клиентами. Здесь вот это вот самый простой в SIP пакет. Ну, приведен пример, да. Это телефон на АТС-ку отправляет пакет, типа я тут живой, да, ответь мне что-нибудь. Ему отвечает что-нибудь. SIP фактически на данный момент заменил протокол 3.2.3. Для того, чтобы нормально созвониться по SIP протоколу, нужно еще куча разных других вещей знать. Как минимум используется протокол RTP, SDP. Если вы используете там WebRTC, да, там еще так или иначе задействовано DTLS, SRTP, RTCP, что еще, Ice, Tern. В общем, куча всяких интересных вещей, которые позволяют себе стрелять в ногу каждый день. В SIP протоколе, скажем так, по дизайну предполагается наличие некоторых архитектурных вещей. Надо сказать, их меньше, чем в 3.2.3. Они не так четко, скажем, реализуются в реальности. Что у нас есть? У нас есть некий клиент, кто инициирует вызов, есть сервер, кто на него будет отвечать на запрос. Могут существовать прокси-серверы, как типа Nginx, да? Только в SIP есть свой Nginx архитектурно. Прокси бывают stateless, stateful, которые хранят состояние диалога транзакции или не хранят. Сервера регистрации, которые сохраняют информацию о том, где находится определенный клиент. Это сервера перенаправлений, которые могут выяснить местоположение и перенаправить вызов на нужный узел в сети. И сервера местоположения, собственно, который вспомогательный, непосредственно для клиента недоступен, служит для хранения этого местоположения. Здесь диаграммы обмена сообщениями. Первая диаграмма выше – это как происходит просто простой вызов и завершение вызова. То есть у нас есть некоторый redirect-сервер, который выяснил местоположение, сказал, на какой прокси нужно обратиться. Тем пошли на прокси. Он сходил к клиенту, сказал, что да, я вызываюсь, давай гудки там сгенерируй. Кто-то сгенерировал гудки. Потом ответили, поговорили и положили трубку. А второе – это простая регистрация. То есть здесь вот знакомый там 401, она вторая. То есть в принципе до последнего времени в CIP используется такая же, как в Web, там, дайджест авторизация. Сейчас идут там подвижки к тому, чтобы заменить ее на что-то более безопасное. Да. Ну и надо сказать, так как телефония несколько специфичная, да, у нас тут кроме того, чтобы обмениваться сообщениями, нужно еще обмениваться медиатрафиком, есть свои особенности с обеспечением высокой нагрузки. Что такое высокая нагрузка? Ну, например, у нас там пришел запрос от компании, от одного российского оператора связи на продукт, они говорят, ну, типа вот нам продукт нравится, у нас есть один нюанс, да, нам нужно тысячу вызовов в секунду инициировать. Инициация вызова – это достаточно дорогая штука. То есть у них там, видимо, или обзвоны, или еще, в общем, не знаю, достаточно большой оператор, не самый большой в России, вот у них есть тысяча вызовов в секунду, они хотят их прогонять через нашу систему. Тысяча вызовов в секунду – это 60 тысяч вызовов в минуту. Это, кроме того, что их нужно инициировать, да, их нужно обслужить на всем протяжении, а еще принять на себя голосовой трафик. Да, голосовой трафик – это 100 килобайт в секунду трафика примерно в одну сторону. Вот. И такая система в нашем случае, да, оборачивается где-то, ну, там, примерно в 40 серверов, которые все это будут обслуживать. То есть распределенные на несколько дата-центров. Вот. И там, если с самим SIP протоколом не возникает, как правило, проблем, как его распределять, то есть прокси сервера с этим справляются, то в зависимости от того, что у вас за медиа трафик, что вы хотите делать, да, приходится делать несколько узлов, там, если у вас там нужно этот медиа перехватить, его перенаправить, это там один набор серверов, да. Если вам нужно его куда-то привезти там и обработать в конечной точке какой-то сервис, да, это другой набор серверов. Для SIP-а и для RTP есть достаточно большой набор компонентов, уже готовых open-source-ных. Это Asterisk, FreeSwitch, Yate, медиа сервера, SIP-прокси, Kamali OpenSips, это из самых живых популярных, проксирование RTP, RTP Engine, который мы используем, WebRTC, Janus, PN, надо сказать, неисчерпывающий список компонентов, но это такие наиболее популярные, наиболее востребованные. И на клиентской стороне есть множество реализаций стеков, да, есть open-source на PGSIP по GPL лицензии, такой вирусный, который начинаешь использовать, а потом к авторам приходишь, говоришь, это коммерческое приложение, хочу, говорят, да, без проблем, 15 тысяч евро в год. Ну, говорят, ну, вообще, говорят, у нас самое дешевое, это не деньги, к другим сходите, узнайте. Вот. Это все из-за сложности стека на самом деле, то есть, потому что, ну, типа, если говорить там в терминах RFC, я там говорил про 28 методов, RFC, по-моему, там чуть ли не за сотню уже уходит количество, которые можно реализовать там, чтобы говорить, что и мы там полностью C-протокол поддерживаем. Полностью C-протокол на данный момент ни на один стек не поддерживает. Примерно так диаграмма, чтобы понимать, как происходит распределение трафика используя C-прокси, то есть у вас есть какой-то CIP-клиент, это может быть, например, WebRTC, он сначала, у него указан какой-то адрес сервера, он идет в DNS, DNS, SRV записи для CIP, если вы описываете, клиент может понять там, какой у вас список узлов, если у вас распределенный DNS, вы можете отправить на ближайший узел его. Соответственно, когда он задискаверил IP-адрес, он идет на соответствующий прокси. Прокси вызов, смотрит, какие у него есть медиа сервера дальше, где он может обслужить звонок, направляет туда, а RTP идет напрямую, для того, чтобы, то есть CIP-рокси не загружается от того, что он обслуживает только сигнализацию. Соответственно, вы можете иметь какой-то N-прокси, на каждом проксе еще иметь какое-то количество серверов приложений, медиа серверов, которые обслуживают трафик. CIP-рокси Камайлио в плане возможности предоставляет вам поддержку CIP-протокола в плане транспорта по всем доступным, то есть там есть UDP, TCP, TLS, для WebSocket-а есть VS, VSS-транспорт. Он позволяет также подключать движки для проксирования RTP, RTP-engine, управлять ими, конфигурируется таким специфичным типа скриптовым недоязыкопрограммированием, но также позволяет прокинуть все свои функции внутренние переменные в язык программирования, используя кемии и реализовывать логику уже на нужном вам языке программирования. То есть спектр достаточно большой, но не исчерпывающий. То есть вот Lua, Python, Ruby, Rabbit там есть. Что там еще есть? Там, по-моему, C-Sharp есть, но там есть далеко не все языки программирования. Типа что есть, то есть. И у него есть возможности как свои какие-то внутренние механизмы с кластеризацией структур хранения данных. То есть вы можете, там у нас звонок прошел через один камайлю, вы сохранили в какую-то хэш-таблицу, и эта хэш-таблица расшарилась сразу на все сервера через шину сообщений. У него, собственно, есть механизмы для распределения информации по кластеру. Что умеется в proxy? То есть если говорить не о инфраструктуре и вообще в принципе о реальных задачах, да, он умеет балансировать звонки на медиа сервера, умеет выступать сервером регистрации, то есть принимать, когда у вас появился новый, там, запустился в браузере у оператора интерфейс, да, в BTC клиент идет на сервер и говорит я тут по этому IP-адресу. То есть у камайлю в таблице регистрации сохраняется, если придет звонок этому оператору, куда его отправить, практически в какой сокет установленный с браузером. SBC в термином телефоне, ну в телефоне есть такая задача, телефонная инфраструктура достаточно большая, вы можете захотеть ее скрыть, то есть у вас там, допустим, есть камайлю, а за ним куча медиа серверов с разными IP-адресами, вы не хотите это все вытаскивать наружу, то есть настраивается такой SBC, который скрывает за собой внутренние подробности вашей инфраструктуры. называется SBC. Server Presence. Камайлю может сообщать другим клиентам о состоянии операторов, то есть любой клиент в выбор ТС могут подписаться и узнавать о состоянии других операторов, находится они в сети или нет, или может какие-то доп. функции сообщать, как только кто-то выйдет из сети или встанет на паузу, другие получат уведомление об этом, если подписались. Можно также решать вопросы с IP4, в IPv6 с помощью камайлю. RTP Engine позволяет пропускать через себя RTP трафик, как я говорил, и также решать разные задачи, типа проксирования медиа, выступать мостом для веб-р ТС, то есть с одной стороны принимать шифрованный трафик и дальше выпускать из себя обычный там АЛАФ, декодировать опус кодек в 711, может инжектировать или удалять дополнительные медиа данные типа ДТМФ и также умеет параллельно используя стороннее приложение записывать разговоры, что позволяет с помощью него вынести часть функции обработки с медиа, с медиа серверов. Как примерно выглядит вообще работа медиа сервера? Обычно медиа сервера так называемый там back-to-back юзер агент, фактически с одной стороны это приложение, которое является с одной стороны телефоном, с другой сервером. То есть он может как сервер может принять звонок и тут же как клиент в другую сторону его отправить. Прокси сервером он не является, то есть он просто реализует два функционала в себе и может предоставлять как голосовые сервисы, замыкая звонок на себе, обращаясь в какие-то внешние приложения и база данных для реализации логики, либо отправлять дальше звонок следующему клиенту. Примером медиасервера является Астерис, который имеет множество, скажем, исторически это просто самый популярный, самый старый из используемых медиасерверов. У него есть минусов, есть куча минусов в плане производительности. Его можно уронить, ну то есть он прямо вот если говорить, то есть дальше там идет фрисвич, да, Астерис по сравнению с фрисвичом прям плохой. Ну вот если говорить словами специалиста. Но его плюс, да, в том, что достаточно простая конфигурация относительно фрисвича, достаточно много людей, которые с ним работали. То есть в плане рабочей силы найти штат специалистов, там, кто работает с Астериском гораздо проще, чем найти штат специалистов, кто работает с фрисвичом. Это вот единственная, наверное, причина популярности. Ну вот, например, там, Тиньков рассказывал когда-то про свой колл-центр, как он устроен. У них спрашивали, а почему у них фрисвичи? Они такие, типа, что было, то мы собрали. Вот, у Тинькова используется Астериск колл-центр. Фрисвич отличный продукт, тоже свои интерфейсы, в чем-то очень похож, так как он фактически сделан людьми, которые вышли из проекта Астериск. То есть они как бы поработали в нем, по-моему, года четыре, начали выступать с предложением, что, ребят, вот здесь там архитектурные проблемы, здесь проблемы. Понимания не добились, ушли, написали свое. Поэтому в чем-то структурно похоже решает проблемы, которые были в Астериске. Для интересных возможностей в плане отказоустойчивой инфраструктуры у него есть возможность там RTP-файловера. То есть если у вас рядом живут два сервера с фрисвичем, один вдруг падает, не знаю, что-то там вылетело. Второй, они могут делиться с собой информацией о текущих разговорах, второй в течение секунды, если вы настроили перенос IP-адреса между серверами, в течение секунды второй начнет обслуживать те же самые звонки без перерыва связи. То есть вы услышите секундное повисание какое-то и дальше продолжите разговаривать, нормально положите трубку, ничего не заметите. Наверное, общий слайд, который в принципе понятен, что такое хэлло, нужно обеспечить нагрузку, масштабируемость, отказоустойчивость и возможность к черту выключить половину серверов без потери работоспособности сервиса. Примером реализации такой на open source компонентах в плане телефонии систем является Казупор, который я говорил. То есть это проект, который фактически задуман как революционный для устройства революции в телекоме, отчасти авторам получилось. Правда, они сделали open source в результате и ушли фактически в закрытое ПО, потому что новая версия так публично недоступна. Но что фактически делает Казу? Он использует компоненты, о которых говорил, Казу, Камайлё, FreeSwitch как медиасервер, реализует на Ирланге свои сервера приложений, которые реализуют телефонные приложения. Ирланг это отдельная боль Казу. Ирланг очень крутой, но проблема находится в том, что нет специалистов по Ирлангу. То есть я знаю сейчас в России 5 разработчиков, кто знаком с Ирлангом, при том это все разработчики, которые с Казу имели дело. В Новосибирске чуть получше ситуация, но Казу реализовано на базе такой базы данных как КАУЧДБ. Они ее используют как Денис что-то заплакал, Нет? Вот. Отдельно строится кластер на базе КАУЧДБ, который хранит данные и предоставляет их к зонам КАУЧДБ и может обращаться там один или несколько зон КАУЧДБ. Туда входит один прокси, туда входит несколько фрисвичей, то есть это может быть один, десять фрисвичей, то есть вы их можете масштабировать, налету добавлять или удалять сервера. Каждый фрисвич контролируется эрланговским приложением, который называется eCall Manager. Он контролирует состояние звонков, переключение их и сервер приложения это КАЗУ Аппликейшнс, которые реализуют логику API. Все они общаются через шину RabbitMQ. Таких зон может быть достаточно много. Они знают о звонках друг друга, о зарегистрированных абонентах и то есть если у вас где-то один телефон зарегистрирован где-то в Австралии, другой в зоне в США, то они корректно друг другу смогут позвонить, обнаружив себя. Для того, чтобы понимать масштаб, кластер 2600 герц это сейчас чуть меньше миллиона устройств, 60 стран, 100 миллионов вызовов по-моему в месяц и суммарно кластер более 500 серверов. Это вот масштабы и реальная хайло телефония. Мы тоже используем эксплуатируем козу. У нас клиент поскромнее, то есть у нас две зоны в Бельгии и гораздо более скромное количество серверов. Что-то у нас там по-моему серверов 25 под этим и аптайм два года непрерывно. есть специалисты? Нет, это запущенное просто из репозитория. Мы эту инсталляцию расширяем уже чисто через API либо другими способами чисто телефонными. То есть мы используем стоковое приложение, не лезем. У меня там было написано, что есть вклад в проект козу. да, то есть я да, да, то есть это как правило две строчки, где очевидно понятно здесь поменять. Организаторы у меня. Хорошо. Я сейчас побыстрее пробегусь. Просили рассказать про примеры, чего мы конкретно добивались. Есть скриншотик, у нас есть продукт, анализатор прогресса вызовов. И у одного клиента мы установили, он неправильно работал, проблема была с epitables. Оказалось, что он на самом деле практически вообще не работал. То есть он там звонки видел в какой-то момент, но отбивал их не вовремя, только после того, как они были уже отвечены. И в какой-то момент мы это исправили. Вот на графике видно, насколько больше генерирует колл-центры звонков, если вовремя отбивать нецелевые звонки. Примерно в три раза звонков мы стали генерировать больше. То есть это а? Это не спам, это коллекшн. То есть это финансовая организация, банк. И звонки, это легитимные звонки. Мы блюдем чистоту, скажем так, репутации, да, когда какие-то мутные клиенты приходят, там, приходит клиент без спама, у которого в телеграме, ой, без это, без сайта, в телеграме написано там нереальное имя, что-то такое, говорит, мы тут с Украины, говорит, нам нужен ваш антибот, но мы не можем заключить договор, давайте налом. После вопроса о роде деятельности он сливается. Таких мы стараемся нет. Точнее, не стараемся, у нас такого ни одного есть. Мы о каждом клиенте, кому делаем исходящий обзон, достаточно четко понимаем, чем они занимаются. Вот, проводили внедрение роботов, и несмотря на то, что там существует мнение, что с роботами никто вообще не общается, в ситуации, когда человеку интересно общаться с роботом, он с роботом общается. То есть у нас каждый третий вступил в диалог, и это хороший результат. То есть это позволяет сильно сэкономить на операторах в полцентре. Суфлирование механизмы показывают достаточно хорошо. То есть распознавание речи развелось 2 секунды до выдачи контекстной подсказки. Тоже хороший результат в реальном времени. И речевая аналитика позволяет, позволяет клиенту то, что раньше делали выборочно супервизоры, проверяли там KPI, что там водитель поздоровался, уточнил там наличие сдачи, необходимость подъема на этаж. Это все полностью взяла на себя речевая аналитика. Дальше много такие архитектурные вещи зарисовки, то есть какие задачи бывают, которые мы решаем или проектируем. Например, распределенная очередь вызовов. У нас есть много сервиров, куда поступают звонки, фрисвич, астериск, очередь вызовов реализуют в рамках одного сервера. В принципе, очередь организовать относительно просто. То есть вам нужно входящий звонок поставить на ожидание. то есть у вас поступает звонок, вы не знаете, есть ли у вас оператор, вы его закидываете просто в бридж, чтобы он сидел и ожидал, пока вы примите решение его соединения. У вас есть операторы, приложение мониторит, какие у вас операторы в наличии, у кого нет активных звонков. И вам остается только реализовать контроль очереди, который будет встречать список вызовов, список императоров и выбирать, есть ли такой звонок, на который оператор может ответить, какое количество операторов, выбрать лучшего, например, на базе его умений и соединить их. Задача несложная, но мы пока не решили. Обработка real-time, то, что касается RTP engine, то, что позволяет делать суфлирование, то, что позволяет делать анализ вызовов. Через камайли вы можете пропустить звонки, штатная возможность использовать его как прокси и зеркалировать с помощью кластера RTP engines себе трафик. При этом здесь не нарисовано, вы можете с того же камайли RTP engine получить информацию дополнительную и в зависимости от того, что вы услышите в самом разговоре, уже как-то контролировать, либо идентифицировать звонок, либо контролировать нужно отбить звонок или нет. Например, мы про эту схему подробнее рассказывали на конференции. Такая схема сейчас, насколько мне известно, работает в сети mobile на звонках. Сети mobile, когда делает звонки, он если слышит, что телефон выключен или не в зоны действия сети, они побыстрее его отбивают. У них также экономия, они используют не тот алгоритм, который мы, не с лечения с образцами распознавания речи, используя пансористные движки, но у них 60% роста количества вызовов. И, соответственно, скорость от звона клиенту тоже возрастает. Запись разговоров, то, что может выполняться на медиасервере, опять же, как я говорил, лучше с медиасервера нагрузку снимать, можно выполнить в сети. То есть вы можете перехватывать трафик на коммутаторах, записывать его, использовать специальные приложения и сохранять не на медиасервере, а на отдельных компонентах. Организация голосового робота. У нас это сделано на Астериск. Астериск предоставляет возможность Google спонсор, поэтому понимаете. Google на самом деле для русского языка не очень работает. Самое интересное, что я про Тиньков много раз говорил, мы просто с ними дружим, и в плане распознавания синтеза речи тоже, и как ни удивительно, распознавание синтеза у Тинькова лучше, чем у Яндекса. Протоколы все одни и те же, то есть, как правило, у всех есть GRPC в реальном времени в потоковом. То есть, можно из телефонных примитивов в том же Астериске собрать некоторую схему, такую сложную конференцию, чтобы с одной стороны вы могли слушать, что вам говорят, без каких-либо примесей, а с другой стороны обратно клиенту отдать те фразы, которые вы проиграли с какого-то внешнего источника, в том числе в потоковом режиме, и домешать туда какой-нибудь музыке, которая имитирует шум офиса, что помогает роботам быть естественнее, типа я тут в офисе сижу. И такая из всех компонентов общая структура колл-центра, как он в принципе у многих реализован, то есть у вас есть операторы, которые работают через WebRTC в интернете, у вас есть такой SBC и прокси, которые организованы из Камалью RTP Engine, трафик весь голосовой постоянно мониторится приложениями, которые получают его из сети и могут сказать, что есть ли у вас какие-то проблемы с качеством речи, записать этот трафик и вести запись разговоров. У вас есть медиасервера, которые уже обрабатывают и голос, и сигнализацию. И эти медиасервера, в них поток звонков контролируется некоторыми приложениями, которые уже имеют доступ в какую-то базу данных, CRM-систему, где непосредственно лежат какие-то индивидуальные данные, чтобы персонализировать этот звонок, обработать его, либо зафиксировать информацию о результатах звонка. В принципе исходящие и входящие звонки тут сильно не различаются по обработке, по сложности. С одной стороны, когда вы делаете исходящий обзон, у вас исходящий звонок то же самое, что входящий. Как-то так. Вот примерно так вот все колл-центры относительно современные выглядят. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok